Жая Двайта Чандра Жая Двайта Чандра Жая Двайта Чандра Жая Двайта Чандра Жая ДвайTu Чандра Сегодня мы читаем из книги учения шире читания его божественной милости это краткое изложение шире читания шире тамриты учение господа читание называется сегодня поговорим об особенностях этого учения Это сложная тема, очень сложная тема. Относится к категории очиньте, непостижимых вещей. Оно, как говорится, очевидное, но невероятное, но очевидное, тем не менее. Факт. Факт, который мы сможем понять, увидеть со временем. Он присутствует с самого начала, как только человек присоединяется к движению Господночитания, сразу же проявляется этот фактор, но незаметен. Никто не видит его. Даже те, кто практикует долгое время, не понимают, что происходит. С течением времени, естественно, это постепенно проявляется. Личность Господночитания, его вклад. Как говорил Шлакрупада, сознание Кришны и учение Господночитания входит, подобно Игле. Это очень трудно увидеть. Выходит плугом. Всё меняется, абсолютно всё меняется. Мир меняется таким образом. Меняется восприятие жизни, мыслей, глубина мыслей, отношений. Всё меняется, все сферы нашей деятельности, уклады, профессии, ашемы. Всё меняется до глубины души. И если сравнить этот феномен с обычным материальным существованием, мы говорим, скажем, это невозможно, то, что происходит. Я часто это слышал, до того, как пришло сознание Кришны. Всё самое лучшее, о чём мы мечтали, нам говорили, это невозможно. Это невыполнимо. Это просто утопические взгляды. И приводили пример из истории, что люди такие были всегда, которые мечтали, создавали какие-то прожекты, утопии, но никогда никто их не смог воплотить, сделать всех счастливыми. Идея утопическая. И если мы сможем осознать милость Господа и Читания, то это становится возможным. Только с этой точки зрения. Иногда даже преднопрактикующие забывают об этом. Именно об особенности учения Господа и Читания. Это Прабхупада говорит, что она начинается там, где заканчивается Бхагавадгита. Там, где заканчивается Бхагавадгита. Человек Прабхупада, собственно, прокомментировал Бхагавадгиту с точки зрения учения Господа и Читания. Вы видите, мировая революция происходит духовно. Это ещё только комментарии. Это ещё только комментарии, если даже ещё люди не соприкасались непосредственно с практикующими преданными, со святым именем непосредственно, не имеющим опыта и практики подобной. Сегодня опыта религии практически у людей нет. Я о чём хочу сказать? Он, конечно, есть. В каком-то смысле можно сказать. Но не так, как написано в Бхагавадгите. Протягши вагамам тхармям. Там говорится, протягши вагамам. То есть религи вы должны почувствовать, непосредственно подрогать. Вот, вот такого опыта людей сегодня нет. Он не досягаем, не осязаем, не воспринимаем опыт религии сегодня. Очень что-то далёкое. На самом деле настолько далёкое. Если речь идёт о каких-то великих святых, чудотворцах, вообще говорят, это не к нам относится. Слишком далеко. Мы ничего общего с этим не имеем. Трудно в это поверить. И что касается меня, то ничего общего с моей жизнью-то не имеем. Нет связи. Запад — это Запад, Восток — это Восток. И никогда не встречаются. Нет связи, нет. Невозможно это соединить такие вещи. На грани фантастики или просто слепой веры, или вымысла, и непонятно, было это всё или не было. И где сейчас эти великие святые, мы не видим этих чудес. И так это очень как бы далёкий опыт. Кажется. Кажется. Но в читании, в читании, там ведь и говорится. Это настолько далеко, что, ну, невозможно. Никакими усилиями невозможно. Ни коллективными, ни философскими, ни мистическими силами, всеми вместе взятыми. Невозможно достичь такого совершенства. Но там говорится интересная вещь. Это учение Господочитаний. Об этой любви божественной, там говорится тем не менее. Недосягаемая вещь. Почему? Чтобы смутить наши умы? Расстроить наше материальное существование? Сказать, что мы неполноценные люди? Да? То есть ты ничтожество в итоге. Вот. Есть такая цель, а ты кто? Если это противопоставит, тогда зачем это делать? Зачем расстраивать людей? Зачем вергать их? Такую депрессию, такое настроение? Там говорится, что просто когда мы начинаем говорить, пытаться об этой любви, она спускается к нам. Вот учение Господочитаний. Могущество нисходящего процесса. До Господочитаний люди шли восходящим процессом, поймите, это очень трудно. Это в Багово там написано. Много жизней нужно для того, чтобы таким путем достичь какого-то совершенства, какого-то совершенствующего. То есть ступени совершенства, которые читаем, чередами, все описываются по ступенчатой беседе с Романом Адраемом. Начиная с исполнения своей дхармы первой ступени совершенства. И вот там идет много-много-много описаний. Хоть какого-то совершенства достичь, нужно много жизней прожить. Не сворачивая с пути. Мыслимо ли это? У нас нет сегодня такого устройства общества, которое помогало бы нам в этом, напоминало об этом. С рождения. В чем твой долг? Мы не знаем. Не знаем ни от родителей, ни от школ, ни от институтов. Мы не знаем понятие дхармы. Мы забыли эти вещи. Немыслимо даже достичь такой ступени совершенства. Господь читает, сказал, Роман Адраем, ты правильно говоришь. Очень важно исполнять свой долг, но есть что-то больше, выше этого. Мы спросим, зачем нам что-то выше, если я даже свой долг не могу исполнить? Почему обсуждается выше, выше, выше до конца, до конца, тогда, когда уже господочитание закрывает рот Роман Адраем. Об этом не надо говорить вообще. Что-то звучание такое, о котором не надо говорить в конечном итоге. О простых вещах говорится везде. О долгии, о процессе пожертвования, отказа от сыплодов труда, об отречении, о приобретении знания, о следовании священным писаниям, об общении с чистыми преданными, а когда достигаются высшие темы, Господь читает, они закрывают рот Роман Адраем. Говорит, между нами, никому не говори об этом. И тем не менее, это написано в читании. Черед Англите. То есть нас подводит к этой какой-то великой тайне, к какой-то теме, закрытой, совершенно закрытой за семью замками. Вот эти вот семь ступеней совершенств, это семь замков вообще. Кажется, вот совершенств, а там еще, а там еще, а что же дальше? А там нельзя говорить о том. Господь читает, а не открывает это. Не философский. Невозможно уже использовать философский язык. Непосредственно от него исходит это совершенная любовь к Богу. Сознание Господа Читании находится в пограничном состоянии. Непрерывно. 24 часа в сутки. Он в этом мире, он спустился, аватар. Он Чан-аватар, скрытый аватар. Трудно распознать в нем верховную личность, что он в роли преданного. Он именно проявляет признаки преданного служения, чистого, самого возвышенного. И в этом состоянии любви он очень часто уходит, видит Кришну и уходит. А Терилла описывает, читая, он теряет сознание и все. И он должен уйти. Потому что он говорит, иначе у меня нет никакой любви. Если я продолжаю жить в этом мире, это доказательствует, что у меня нет любви. С такой любовью вряд ли можно жить еще в материальном мире. Потому что этот мир становится непривлекательным. Тут нет никакого вкуса, он мертвый. Он ввергает живое существо в отчаянии. Зачем эта бездонная пустота, бессмыслица вообще? Бездонная бессмыслица. Он видит такими глазами, потому что он испытывает эту любовь к Богу живую. Но здесь Бог не проявляется постоянно, поэтому он испытывает эту разлуку острую, теряет сознание. Потому что желает уйти к Богу. Но преданные его близкие спутники, они не хотят, чтобы Господь не уходил. Они хотят, чтобы он здесь оставался, чтобы любовь была с ними. Что нет другого источника. Ведь он Махава, Даньяй, Аватар. Самой милости, он приносит на любовь. Это единственный аватар, который приносит полностью, открывает сокровищницу. И они знают, как его вернуть обратно из этого состояния. Они находят его и начинают воспевать громко, Харе Кришна, святые имена, и он снова приходит в себя. Потом говорит, я только что видел игры, Игорь Кришны, Гопи, и зачем вы меня вернули сюда? Я только что их видел. Я только что был там уже. Вы снова меня возвращаетесь сюда. Вот так он жил последние 18 лет. Непрерывно. Мы понимаем, что это недоступно обычному человеку в таком сознании, находиться невозможно. Это сверхъестественно. Мы знаем, что такое влияние материальной природы. Все, что мы хотим сделать в этом мире, мы не можем сделать, пока материальная природа не выполномочит нас. Это невозможно. Попробуйте. Попробуйте без духовной практики хотя бы обуздать свои чувства сами. Чувства это материальная природа. Тело. Органы чувств. Чувственное восприятие, мыслительный процесс. Это тонкая грубая материя. Попробуйте совладать, ничего не получится. Невозможно. Дай вихи, шагуна, моя, мама, моя, дурать я. Очень трудно, невозможно преодолеть материальную природу. А где она, материальная природа? Вот в этих пространствах космических препятствий. Нет, вот она в моем уме, в моих чувствах. Она пронизывает, она обволакивает меня, это материальная природа. И страшно с ней расстаться, потому что это называется смертью для живого существа. Он думает, что он умрет. Невозможно для него такой шаг сделать. Все это иллюзия. Смерти то нет для души. Чем больше мы вретаем эту духовную любовь, тем больше мы понимаем, что смерти не существует. Это закон материальной природы. Тут все временно. Тут одна секунда отличается уже от другой секунды. За 10 минут окраска пейзажа изменяется каждые 10 минут. Это наблюдаемо художнику с острым зрением. А на самом деле каждую секунду меняются самки. каждую секунду в клетках происходит триллион операций. Каждую секунду происходят перемены, 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 и все постепенно, постепенно, незаметно уносится в небытие. Как будто ничего и не было. Потрясающая атмосфера, в которой мы находимся. Но наше сознание, сознание, поскольку это продукт души, оно нас фиксирует. Мы смотрим в зеркало и думаем вот он я. и мы фиксируем вот такой я буду всегда. Немножко подождите чуть-чуть, снова подойдите к зеркалу. Может быть сразу не заметите, но окружающий скажет, давно тебя не видел, ты немножко я бы тебя не узнал как-то случилось. Но я каждый день сносил в зеркало этого не замечал. Как же так действует иллюзия? Я даже не замечаю, как все уходит от меня. И молодость, и жизненная сила, и память, и способности, близкие, и недвижимость, накопленные богатства, на которые собственно я рассчитываю. Но рассчитывать остается только на похороны в итоге. Хотя бы на красивые похороны люди, на это уже в конце концов они в последних расчет в этом. Чтобы ну как-то это было красиво, может если я ухожу на самом деле, ну вот заработал что-то на это. Ну вот так иллюзия нас обманывает. Мы теряем время, которое уносит все материальное. С той стеренью души времени не существует. Нет его. Какое время, если вы вечный? Сколько время? Какое? Если вы вечный. Если вы вечный, если вы полный знания, блаженства, если вы духовный, вам не нужно заботиться о поддержании материального тела, которое постоянно требует и истощается и угрожает смертью или голодом. или жаждой, или болью, или разлукой, одиночеством, или болезнями. Нет этого. Нет заводов и фабрик в духовном мире. Нет валюты, крипто, валюта сейчас. Нет. Не знаю, откуда это пришло, но в духовном мире нет криптовалюты. Там только одна валюта, но это секрет, я это не скажу. если вы накопите эту валюту здесь, то будет конкуренция, я не скажу. Но только для Петербурга, хорошо? Это касается учения Господа Дочитания. Одна только валюта есть, на которой можно купить все, что хотите в духовном мире. Это искреннее желание. Вот это и есть главная плата. Вот на этом построено все движение Господа Дочитания. Причем это желание можно иметь ребенок, женщина, торговец, русский, нерусский. Мы же так делим людей, русский, нерусский. Ну, а в Америке по-другому людей делим. Американец и неамериканец. Ну, относительная вещь. То есть, любой человек, даже любое живое существо, представьте, это я не оговорился сейчас, написано, любое живое существо, даже черви, даже птицы, могут практиковать учения Господа Дочитания. Я не оговорился. Так написано. Не требуется специальная подготовка, не требуется варнаша, мадхарма, не требуется экономическое процветание или какие-то интеллектуальные способности большие, не требуется, требуется искреннее желание. Как пробуждается это желание? Просто ешьте просаду. И пойте, танцуйте, и все. Это близко даже собакам на улице. Они присоединяются сахаринаму иногда когда есть просады, там тоже весело, они тоже ходят. Они чувствуют, они подпевают как-то там. Все живые существа, мы видели, они реагируют на это, они чувствуют. Чувствуют. Когда вы поете шум мелкомыш, этого не происходит. Когда вы поете Харе Кришна, непонятны никому слова, это происходит. Не требуется даже понимания, что вы поете. Можем говорить, что ты освещенная пища, можем не говорить, все равно работает. В Петербурге это же было первое кафе вегетарианское открыто когда-то в Ленинграде еще в 88-м год. Первое в Советском Союзе вегетарианское кафе было. Торговец помнит, здесь что-то индийское было до меня. Я помню, знаю, там было кафе, где просад распространяли. Мы не говорили, что это освещенная пища. Люди приходили и просто сами понимали все. Один, два, три раза придет и говорит, можно тут полы помыть? А можно я посуду помыть? Мыли посуду с улицы. Люди приходили, несколько раз принимали просад, просили что-то помочь. Некоторые сразу на кухню просились помогать готовить. Говорили, нет, тут нужно правило, нужно состричь все волосы. изначально к нам пришел один знаменитый хиппи вообще. Он был знаменитый, что у него были самые длинные волосы в Петербурге. У него было длинное пальто почти до полу. И волосы были почти такие же. Когда он шел сзади, волосы почти перекрывали весь, все удивлялись. Просто такая была, шлейф такой за ним шел, волос. Куда он не переходил все сразу , боже с этим волосами на кухне можно помочь? Нет, нужно срезать все волосы. Он срезал все волосы и пошел шарики катать на кухне. Шарики понравились просто. Ну, вы понимаете, что происходит? Шарики понравились. Человек был прославленный в городе. Это была его главная визитная карточка. Шарики понравились. Это еще не все. Другая женщина приходила и вот лицом в угол прям в кафе в угол садилась лицом. Одна и съедала весь ассортимент. Там много было. Все съедала где-то около часа сидела и плакала. Тряслись плечи иногда. Она там посидит немножко. Придется и снова ест. И снова трясти начинает. А мы наблюдали за каждым посетителем. вот она день приходит два приходит уже месяц ходит. Вот так же все такие же симптомы. Через месяц говорит тут есть старший я хочу поговорить. Меня выпихнули туда. Я просто был поваром. Я подошел до что-то не то там солили что иногда нас ругали что-то что-то не получалось подгорело нас ругали иногда сильно я был готов она говорит молодой человек я хочу вам пожертвовать свою квартиру я такого никогда в жизни не мог ожидать ну ладно полы помыть я понимаю еще шарики покатать за волосы тоже удивительно но это было для меня чересчур я испугался какая квартира чересчур даже сумасшедшая женщина я говорю почему зачем где вы будете жить если вы что-то пожертвуете и она стала рассказывать и я очень хорошо понял квартиру так или иначе она не пожертвовала то есть мы отменили этот процесс но я ее понял умерла соседка там на моем этаже с которой мы знали друга всю жизнь прожили родители помню на мои пожилые были люди она умерла недавно и вот я однажды иду во двор свой с улицы с магазина в свою квартиру подняться а дворник я не пускаю подождите сейчас мы освобождаем ту комнату там человек умер или сейчас мебель летит сверху на 4 этаж бросаем подвор освобождаем квартиру я ведь понимаю что это квартира моей подруги соседки и летит мебель эту какой-то комок упал разбился и все ее письма фотографии всей ее жизнь подвор взлетается это все метлой собирается мусорный бак вот это ее настолько шокировало это живут и со мной вот кому нужна моя жизнь вообще вот мое детство вот моя свадьба вот мои дети вот мои родители все это метлой и ногами дворники ходят просто просто этот мусор убирают просто мусор нет личности все бесценивает вся жизнь никакого следа нет я хочу что-то сделать какой-то след кстати хочу пожить в свою квартиру вам почему я чувствую что я должна это сделать я тут просто ем это учение господина читаем что это звучание о котором говорит но факт это работает трансформация происходит в сердце глубоко до этого добраться знаете сколько нужно благочестивой деятельности сделать изучить священные книги философии сколько нужно всего сделать удивительного аскез подвигов чтобы сердце до глубины очистить свое понимаете сострадание развить в нем настоящее святость это очень трудный процесс поэтому мудрецы на мишаране они спросили что так с вами что делает мы ничего не знаем что же какой метод сегодня предложить людям век калий когда люди ленивы мало живут сварливы у них дурные качества они живут всегда в плохих условиях с плохим запахом они друг друга не любят их становится много при этом даже вы не уединитесь никуда какой метод предложить мы не знаем вот мы собрались но ничего не подходит все эти ведические знания методы не подходят ты был там ты слушал шукадеву расскажи что мы должны сейчас предложить людям века калии которые мало живут и имеют столько недостатков о чем говорить что за метод сейчас вагово там косвенно упоминается о евреи не господи читали махабхарати тоже есть шлоки есть ссылки эти ссылки гапината чаря говорил сарамбам бадачаре великому ведантисту говорил и он не мог поверить сразу он не мог сразу это принять но косвенно мало ли как можно трактовать санскрит вообще пока лично не встретился с господом читания его приход был необходим а давай это чаря просто молился молился днем и ночью предлагал воду ганги шалграм и шили никто кроме тебя если ты придешь ты спасешь людей но никто кроме тебя людей не спасет любое богу может дать только сам бог сам приходи бхага говорит о преданных о преданных Кришна говорит так мы начинаем чувствовать что есть любовь как удова как ведура как пандавы как царица кунтий другие ступени совершенства описываются но Кришна не говорит не раскрывает эту тему бхага подлитель Арджуни потому что Арджуна уже преданный ему не нужно это раскрывать говорит бхагти мама бежан найти меня можно пройти через бхагти через любовь но не раскрывается подробно нет это учение подробно раскрывает эту тему о которой говорить нельзя до господа читания люди даже не различали кто чистый ваш наф кто начинающий вот эти уровни не были описаны и не были понятны вот как сегодня то есть люди говорят я христианин реал мусульманин но означает что он святой или какой он просто так все они думают что мы все христиане но уровни какие уровни бхагти не описывались подробно это подробно описали шестер гостами по наставлению имена господа читали он потребовал чтобы это было подробно описано научно и логикой аргументами людей нужно продвигать вот к этой цели она достижима если вы просто о ней говорите и думаете ничего не нужно другого просто пожелайте ее и она придет сама она сама разобьет все препятствия на этом пути это называется маха воданя великой милости аватар маха воданя это господь читает даже если читать бхагавадхи то без лечения господа читания сегодня невозможно сотни комментариев все персональные они соединили душу сверхдушу читая бхагавадхи они не могут различить разницу не хватает интеллекта они не понимают причем здесь кришна арджуна они читают трактат игнорируя главных персонажей их отношения эти отношения не видят но если объяснили на насколько читал вот не пропадали что доказательства приводится бхагавад где ж богат доказательства души мне нужно богат виду вот и дали бхагавад виду вот доказательство души вторая глава то то душе але лишь доказательства только утверждение я не мог понять, о чём речь идёт, ведь это утверждение, а доказательства где? я не мог, не мог увидеть это своими глазами, своим разумом, недоступно это было когда господь читания появился Роман Адараем, все темы, которые мы обсуждали, господь читания отражал духовно-эмоционально, вот оно доказательство вы всё это можете почувствовать сами, не нужно никаких доказательств зачем доказывать, что мёд сладкий, вы можете это почувствовать сами зачем писать трактаты об этом, зачем спорить об этом долго, всю жизнь Бог есть, Бога нет, Бог есть, Бога нет, Бог есть, Бога нет, и так далее, как у Ильфы Петрова попробуйте, за секунду вы сможете понять, что такое сознание Кришни за 5 минут достаточно, если вы разумно пропадаете, если неразумно, то 5 часов недостаточно если вы хотите просто спорить, если у вас нет аппетита, нет желания, вы ничего не получите но если у вас есть желание, этого достаточно кем бы мы ни были в прошлом, не важно, если даже ты самый грешный из всех грешников, не важно это великая милость, она безусловно любит, глаза её закрыты ко всем недостаткам это Господь Читани будет любой, кто повторял Харе Кришну, он сразу обнимал закрытыми глазами, передавал прему и люди только потом понимали, что они получали особенно, когда Господь Читани покинул этот мир это был шок как будто всё умерло после него так же, когда Кришна покинул и Арджуна потом говорит, весь мир, вселенная пуста и вспоминает, что все его героические подвиги, все его способности, достижения были только потому, что Кришна был рядом только по этой причине почему же он так вот приходит и уходит потом, оставляет нас не оставляет, он зовет к себе в какой степени человек предается, в такой степени Кришна отвечает, так написано в Боговании если вы повторяете Харе Кришна и зовете Кришну в свою жизнь дорогие мои он точно так же вас зовет к себе ответ кто кого перезовет, интересно иногда приходит время от времени яда, яда, хит, харамасия, глонит время от времени только прикажу сюда, но постоянно его обитель в другом месте он туда-то нас зовет сарва, тарман, пари, ти, аджа мама, кам, шаранам, вражу оставь этот мир, иди ко мне живи со мной вечно давай танцевать, петь и есть просад это то, что делает в духовном мире вот что Господь Читани мы даже не знали об этом, что можно есть, танцевать духовно это же чувственное наслаждение аскезы, главным образом это пост какие танцы вообще, это развлечения это запрещено, понимаете как называется, харам ну это чувственное наслаждение вы музыку слушаете, вы танцуете, что это такое едите сколько хотите, это что за религия такая странная религия, не так ли? даже многие христиане, раньше очень удивлялись ну почему так перед Богом все ведете при пляску вообще собралось, значит, несколько сотен грешников и пляшут это же богохульство вы должны каяться в грехах подождите, вы должны от греха освободиться сначала а вы все грешные грешники тут собрались и пляшете тут это не совсем понятно может быть, с этой точки зрения действительно, для аскетов, для монахов для людей такого строгого, да? режима это строгий режим у нас амнистия поэтому мы и пляшли мы грешники тоже какая разница? но у нас амнистия вот мы и радуемся когда Хануман нашел Сид, он же вернулся он должен был рассказать Господу Раме что Сито найдено знает место все, пойдем спасать ее он пришел, принес эту весть радостную вещь, что он нашел Сито и она пока в безопасности еще и нужно успеть ее освободить но они вернулись в царство Сугривы чтобы сказать эту новость, объявить они увидели там сад фруктовый, который принадлежал царю Сугривы именно царство обезьян для них ценность это фрукты и там был такой вот сад фруктовый, наполненный этими спелыми, сочными, сладкими ароматными фруктами и Хануман там, сангады и другими они стали есть эти фрукты рвать, наедаться а там был сторож сторож, который охранял этот сад Сугривы, царский сад он увидел, как хулиганы здесь без всякого спроса лазят по деревьям едят, трут все начинают смеяться потом они опьянели от этих фруктов начинали ломать деревья вырывать их с корнем смеяться, хохотать что-то дебош он сказал он вышел там там они ему понос удали еще тоже этому сторожу беспредел какой-то он побежал к Сугриве сказал Сугрива там беспредел там Хануман вернулся с своей компанией они устроили идти больше в саду ломают деревни едят фрукты никого не спросили вообще творят что хотят смеются хохочут радуются меня ударили делал замечание пьяные все Сугрива в гневе накажу его сейчас но Рамачандра он слышит нет 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 стой 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 это признак того что они нашли ситу они радуются им сейчас все можно вы нашли Кришну радуйтесь его днем с огнем не найти если даже вы шастры будете читать без учения Господа читания вряд ли вы найдете Кришну по-настоящему очень незначительно описывается как Бхагава где-то оп больше нет он здесь он не здесь он не из этого мира очень трудно понять Кришну потому что его даже Богом не считают вот так вы подходите к Богу вы столько прожили жизни столько путей представьте столько жизни да столько скетств вы приходите к Богу наконец что вы думаете вы забываете что он Бог вообще об этом не думаете какой Бог причем здесь Бог вы говорите зачем меня зачем меня смущаете этими словами это мой друг это мой возлюбленный мой ребенок я так хочу видеть то зачем мне этот Бог зачем мешает только это близкие отношения Бог меня это благоговение это дистанция это почтение это богатство это ослепительно это страшно даже какой он могущественный не хочу Бога хочу Кришну который привлекает мои чувства мою разум моё сердце любовь хочу вот это моё это принес Господь читаю сразу просто искренне желаю чтобы практиковать дьяну другие методы мистические йоги необходимо принять саньясу на тречение надо принять для женщин вряд ли вообще это доступно будет очень сложно если даже сегодня мужчины вряд ли смогут принять саньясу ну сделайте объявление по Петербургу даём саньясу приходите даже деньги платить заплатим вам только саньясу примите никто не придёт но чтобы мы продвигали гьяну или мистическую йогу необходимо принять саньясу иначе невозможно но учение господи читаний в этом нет необходимости бахте настолько могущественно что просто можете проесть свой путь сознания Кришны только честно проедайте не смешивайте с хогой хорошо надо предные покупают там чипсы какие-то в магазине и не смотрят там состав даже будьте внимательны то есть нужно быть тоже конечно серьёзным нужно принять эту милость серьёзно не смешивать с безбожием нужно отнестись к этой практике серьёзно про Паскал потому что иначе вернётся наша материальная природа которая могущественна она вернётся потом ещё опасней ещё более злей когда вы отгоняете вот яичное животное может отпрыгнуть но он станет ещё злее и возвращается когда ещё опасней становится и Кришна говорит Майяматамтарантите я спасаю я спасаю того человека кто ко мне обращается Мам Эва пропагент и предаётся мне я спасаю его от Майи от этой злой львицы тигрицы материальной энергии я защищу но когда мы начинаем воспевать Харе Кришна мантру мы должны знать что мы под поколительством Святого Имени и нужно это принять серьёзно это не дешёвка конечно это нужно ценить что происходит в процессе когда мы получаем милость мы думаем а мне теперь всё можно как Хануману и начинаем критиковать всех в какой-то период времени такая тенденция проявится что есть ложная у всех у каждого такая склонность появится но нужно знать остерегаться такие вещи знания нужны будьте внимательны не идите не на поводу просто сентиментальных чувств нравится не нравится плохое хорошее это всё там нужно оставить в том старом Петербурге здесь новый Петербург здесь трансцендентный Петербург здесь нет плохого и хорошего это должно быть всё духовно не замечайте этих вещей просто практикуйте вдохновляйте помогайте друг другу заботитесь духовно избавьтесь от критики кому это удастся в этой жизни пожалуйста вот вам вечно глиндала танцуйте скришно вот и всё всего это нужно пожертвовать плохими словами что за жертвы просто плохими завистливыми словами нужно пожертвовать и всё путь открыт всё здесь потому что святое имя отворачивается от того кто критикует преданных поносит зависть это делает конструктивно поправить это хорошо это проповедь поправить вдохновить хорошо хорошо но без зависти без неприязни потому что даже на этом пути все получают милость господочитания я так и ничего не прочитал изучение господочитания извиняюсь я сорвал программу полностью должны были читать 15 главу вот мне выбрали объяснение стиха Атмарама из Шримад Бхагаватана тема настолько сложная что я даже ну потом для Санкт-Петербурга отдельно почитаю редко когда мы эту тему обсуждаем даже с преданными это очень сложная тема великая тут тема понимается что господочитание это это уже чисто трансцендентное знание без всякой примеси Атмарама шлока это удивительная часть учения господа читаем я сегодня не коснусь эту тему потому что она большая ну может как-нибудь мы коснемся этой темы да может быть просто даже рот закрыть ничего не говорить вот сейчас у нас много быть вопросов ух ты давай можно можно а и кришна скажите пожалуйста как приблизиться к тому чтобы во взаимодействии с преданными практика не была индивидуалистичной то есть как научиться заботиться сохранить индивидуальность нет чтобы практика не была индивидуалистичной то есть как индивидуализм отделенный чтобы это было вместе с преданными что не было карьеризмом да индивидуализм карьеризм это синонимы да ты об этом говоришь служить преданным нужно ты можешь делать себе духовную карьеру нормальную стратегию предания все рассчитать свою жизнь как ты понимаешь твой твой как бы личный план предания это хорошо но он будет невыполним без служения врачного без поддержки врачного мы ничего не сможем сделать сами по себе без поддержки врачного без благословения врачного поэтому не забывай также служить преданным от сердца тогда ты получишь все благословения ты осуществишь все свои мечты да кто спасибо харе кришна у меня такой вопрос вас доступны ли для нас войти в игры одновременно радхи и кришна и одновременно в игры господочитания они отличны господь господь кришна время и телевни сам принимает облик господочитания это одно и то же вот есть кришна есть радхарани это одна душа два тела иногда они объединяются в одно тело это господь читает зачем написано в бхагавата там есть несколько таких примеров когда кришна хочет почувствовать любовь шри кришна читания рада кришна на ахиане то есть это и есть рады кришна господь читания скрытая аватарь а вот если в этой жизни там не сложится родишься в следующий раз как сделать так чтобы не забыть никогда о том что не господочитания не радху с кришной господь читания я сам напомню в этом случае не беспокойся хрибол а сила правопада обещал своим ученикам что заберет их в духовный мир 16 кругов четыре принципа достаточно ли этого относится ли это обещание к нам ученикам его учеников и так далее да то достаточно если отнести серьезно к 16 кругам четырем принципам этого достаточно но всю жизнь не прерывайте процесс всю жизнь одной жизни будет достаточно не думать что так просто подождите если вы так думаете еще потому что это просто может быть в том смысле что вы еще имеете физическую полноценность как молодые люди каплю нектара имеете еще она у вас не кончилась вы молоды и на физическом уровне это кажется возможно почему нет физически можно себя так вот организовать общаться бегать туда бегать сюда на программу вдохновляться но постепенно вы увидите что эта капля нектара будет исчезать и мантру и мантру нужно будет повторять уже не на материальном уровне просто языком просто языком уже не сможете не сможете просто языком вам придется повторять при помощи ума тогда язык будет это делать иначе ничего не сможете нам придется занять всю внутреннюю энергию служить не просто тело это трансформация происходит то есть я то не это тело оказывается кто служит Кришне тело или душа сначала тело согласно правилам предписаниям но постепенно мы должны понять что душа служит Богу не тело язык Кришне инструмент ноги инструмент руки инструмент в течение жизни мы должны это все понять что слуга находится внутри тела не тело тело не слуга Бога тело отделенное пхина прокрытие это помеха как раз в этом смысле но пока оно молодо имеет каплю нектара оно хороший инструмент естественно очень хороший инструмент мы его используем но если мы не углубим свое сознание Кришне оно будет не так то просто всю жизнь повторять шнадцать кругов и соблюдать четыре принципа знаете что в старости как будто бы все эти принципы естественно соблюдаются в уме этого не происходит если вы не практиковали серьезно это не такая простая вещь как кажется потом пропад сказал шнадцать кругов четыре принципа одну жизнь этого достаточно чтобы обрести полную совершенство и это не так так мысленно будет это считаться просадом и второй такой тоже личный вопрос могу ли я будучи вот в исламе получить ваше благословение такое вообще возможно или нет спасибо огромное то есть ты против ислам намаз да но при этом я и 16 не 16 пока круги тоже повторяем махаммансов это великая практика два часа намаз в день занимает это пять раз в день по полчаса два словами на часа и еще мантру повторяешь да по утрам по утрам ну все твои предки освободятся точно я думаю кришна тебе будет очень милостив настоящий предмет и аллах тебе благословит двойное благословение кришна господь читания аллах вообще я не знаю а при этом посоветовал тоже что вот это имя аллах не забывать не относиться к этому иронично это очень важное имя да вот место время обстоятельства можешь предлагать сейчас как как ты можешь кришна личность он понимает да да твой вопрос аре кришна дорогой гур махараш примите мои поклоны пожалуйста помогите разобраться в таком вопросе вот часто так бывает что не можешь завязывать отношения с преданными если они для тебя что-то хорошее не сделали для меня буду говорить за себя и даже когда они это делают что-то хорошее это очень быстро забывается то есть даже на уровне такой как бы аскезы приходится помнить что вот этот преданный для меня что-то сделал я должен быть благодарен если ему понадобится какая-то помощь то есть всегда это в уме как-то поддерживать и это ну смывается очень быстро можете пожалуйста помочь разобраться в этом вопросе как служить преданным да как оставаться благодарным все как оставаться благодарным ребенок он позже это понимает получает милость от своих родителей живет за счет их милости но когда он взрослит он понимает это выражается в его служение обществу также его бескорыстном отношении к своей семье например своих родителей это выразится так или иначе преданные не ждут награды об этом ты не беспокойся не для этого они помогают тебе или мне мне тоже многие помогают преданным но не для того чтобы я отблагодарил их или наградил чем-то или отплатил чем-то не для этого мой Гуру Макарач не для этого помогает мне в духовной жизни а для того чтобы я эту благодарность использовал тоже в служении другим людям другим это и будет его удовлетворение а себе он не ждет этой награды я это знаю но он счастлив когда я иду по его стопам если он отдает себя другим я должен делать то же самое и ему это нравится поэтому рано или поздно эта благодарность она накопится в этом сердце и даст тебе это осознание и ты выразишь то в служении в полную силу уже ты думаешь об этом уже против себя так где микрофон здесь вот пока мне можно Али Кришна спасибо это очень большой день для моей жизни встретиться с вами мой вопрос такой по поводу принимать саньяси это очень сложная вещь но как человек сам себя подготовить к этому чтобы этот выбор был искренным а не эгоистичным вот все не могут это сделать а я могу вот не было этого эгоизма человека принимать как развить сердце а не ум ну мы это делаем как в нашем движении под руководством старших правильно заметил я могу неправильно мотивировать себя неправильно понимать саньясу там стремиться с какими-то материальными мотивами выгоды славы там или что-то еще поэтому старшие руководят этим процессом и они руководят не то что говорят готов ты или не готов они готовят каждого к этой саньяси мужчин и женщин но не формально формально не все принимают саньясу кто-то примет формально это тоже необходимо но для всех саньяс означает привязанность к кришне к святому имени вот и все это уже саньяс можете быть в семейной жизни ну кем угодно но если вы привязаны к святому имени искренне вы уже отреченный человек вы уже знаете что такое отречение и там если нужно формально не сложно становится и старше богословя смысл да да хари кришна а можно я задам вопрос вопрос такой а зачем господь читания скрывать свою аватару если можно понять зачем это делает господь кришна чтобы не рушить свои игры то зачем Господь Света не это делает? Потому что его же цель как можно больше привлечь людей к себе. Есть одна, хороший вопрос. Есть одна особенность Века Кали. Век Кали это океан порогов. Так описывается. Что означает, что все осквернено. Даже слово Бог оскверняется. Это что означает? Вот как-то даже мы в Петербурге какое-то время собирались, обсуждали одну тему. Почему? Это была тема актуальна в то время. Почему люди, да, вот мы все знаем скажем, об Исусе Христе. Знаем о Его деяниях, Его подвиге. И при этом очень мало людей, которые следуют Иисусом Христом, но много подражателей мы встречали в жизни. Которые тоже считают, что они как Иисус тоже и стреляют. Там даже слет был где-то в Америке Иисусов Христов со всего мира. Ну, кто так считает, да? И мы обсуждали, почему много имитаций, но почти никто не может следовать по Его стопам, Его наставлениям. Иди и больше не греши, допустим. Нет. Все грешат. То есть, в Веккаре, когда мы узнаем о Боге, у нас есть склонность имитировать Бога. Вот какой недостаток в Веккаре. Потом Господь, считай, не пришел в форме преданного. Пусть подражают преданному служению. Это хотя бы верный путь. Это одна из причин. Одна из причин. Он отрицал, когда его называли Богом, он закрывал уши. Шивишно, шивишно, шивишно. Но в очень близких отношениях это проявлялось. Очень, с очень близкими спутниками. Роман Андреев, он закрыл рот, когда он к этому подошел. То есть, он скрыл Чхан Аватар. До сих пор в Индии еще не все знают, кто такой Господь Читания. Скрыт. Гаудия, Вашнавы сейчас это открывают для того, чтобы распространить святую по всему миру. Только с этой целью. Только с этой целью. И сам Господь Читания, вот Махамантра могущественна, но еще более могущественна Панчататва Махамантра. Джай, Шри, Кришна, Чайтания, Прабуни, Тянан, Души, Адвай, Тагадат, Харас, Иваса, Дегов, Рабхак, Тавринда. Она еще более могущественна. Но Господь Читания не рекомендовал ее практиковать, говорит, Харе Кришна повторяйте. Три раза повторяйте Панчататва Матру, затем Харе Кришна повторяйте. Достаточно. Таков и дикет. Он играл роль чистого, предного. Все. Это его позиция. У кого микрофон сейчас? У кого микрофон сейчас? Не сломайте микрофон. Харе Кришна. Дорогой Гуру Хмахарадж, Чайтания, Чантра, Чаран, Прабху, здравствуйте. Я очень по вам соскучилась. Я очень рада вас видеть. Я так вас ждала, Гуру Хмахарадж. Благодарю Господь за то, что он показал мне очень много плюсов в разлуке с вами. Для меня так это проявилось. Гуру Хмахарадж, я так много сейчас думала, что бы вам сказать. И вы нас сейчас учили любви Господу Чайтании. Учили нас служить, учиться Ему служить, помнить о Нем. Я бы сейчас хотела попросить Вашей милости для каждого преданного здесь. Потому что каждый человек, может быть не каждый, но очень многие здесь, благодаря им я здесь. Поэтому это большая милость для меня. И мне хочется их отблагодарить, попросить у Вас для каждого здесь любви к Кришне. Вот настоящей. Как Вы это делаете? Я для себя тоже прошу. И для мужа, и для сына. Ну и для них, конечно же, тоже, потому что благодаря им я тоже здесь. Для родителей, для своих. Ну вот как-то для меня так сейчас я это чувствую. Интересная тема. Потому что я вырос в этой ядре. Именно эта ядра меня благословила. Валиго! Дорогой Гуру Махарадж. Вот знаете, когда я уже пришла в храм, у меня была только одна такая мысль. Я так долго Вас искала. Конечно же, я буду счастлива, если люди будут вокруг меня счастливы. Безусловно. Особенно моя семья. Я хочу... Я поняла, что я привязана к своей семье. Но я начала размышлять, как я могу быть привязана в том числе и к Кришне. Я хочу служить Кришне так, точнее служить мужу, сыном, дай Бог, если Господь нам еще пошлет детей, так, чтобы Кришна был мной доволен. Я сейчас это учусь делать, и делаю только маленькие шаги. И преданной так милостиво, что мне попалась старшая преданная Матаджи Кришнаики. Вот для нее мне хочется особенно попросить Ваших благословений. Она нас, всех Матаджи, собирает и вдохновляет любить Кришну. Не просто вот, да, она вдохновляет служить Ему без фанатизма, без маразма, выполняя свой долг, мягко, с любовью. Я без маразма? Да. Ну, когда, как получается. Потому что, ну, для меня это было такое вот, ну, одно из самых ярких соприкосновений вот за последние, может быть, мои жизни, наверное, так. Вот. Ну, Гуру Мхарадж, это все такие мысли, и может быть, даже там немножечко есть сердце, может быть, множко. Но самая главная мысль у меня такая, я очень долго вас искала, что мне делать дальше? Серьезная проблема. Что же делать дальше? Ну, путь уже предначертный у каждого, кто становится на путь предначертного. Семья — это хорошо. Сегодня мы знаем, что семья — это тоже хорошо. Когда я присоединился, все думали по-другому. Мы прошли разные, как бы, этапы развития, потому что у нас не было такого руководства в то время. Опытных старших не жили во сна, мы все были начинающими. Конечно, прошли через все ошибки, которые возможны. Но сегодня мы понимаем, семья — это важный уклад жизни. Очень важно. Нужно иметь этому внимание, заботу духовную, то есть сделать его именно ашерным, да? Чтобы там воспитывались дети, но все эти ценности велики, хороши. Но при этом, дорогие мои, этого недостаточно. Служить только свои семьи. Вы станете эгоистами. Рухадо тоже был семейным человеком. Знаете, что он сказал про семейных людей? Ваша духовная жизнь замедляется, а иногда останавливается, когда вы вступаете в семейную жизнь. Почему? Потому что вы становитесь бессердечным. Вы думаете, что забота о своей семье важнее, чем проповедь сознания Кришни. Вот что происходит. В принципе, вы на самом деле хотите благословения, вы должны думать не только о своей семье, но и о других людях. у которых нет еще духовных знаний. А у вас есть. А вы держите только для себя и своей семьи. Думайте об этом. Вот это будет благословение. Поэтому распространяйте знания, пожалуйста. Харе Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна. Иногда бывают такие случаи, что мы... Я лично сам, у меня вот так бывает, что... Как бы я не схожу и с дороги ухожу. Как мне остаться в своем двери таким крепким? Так пьяный ходит, знаешь. Он вроде идет домой, но куда-то в сторону вот сюда несет. Это опьянение. Есть майя, она опьяняет наш разум. Время от времени попадаем под это влияние, куда-то нас отклоняет. Но все равно он же идет домой. Он не мертвецкий пьяный, так я понимаю уже. Раньше были все мертвецкие, пьяные, мы не знали, куда идти. Но сейчас мы знаем, куда идти, в какой дом. Поэтому пьяный, но преданный, верно? Уже все, уже дорогу найдешь. Не беспокойся. Постепенно, шаг за шагом, нужно идти к цели. Куда-то вот заносит, снова встать на этот путь. Куда бы ум нас ни увел, снова вернуться. В это русло. У каждого свой путь, поймите. Но это движение змеи в любом случае. Это не такой простой прямой путь, в каком-то смысле. Он всегда движение змеи. Мы будем познавать и то, и другое. И то, и другое. И придерживаться этой середины. Нам пристыдь познать многое. И тамагуну, и раджигуну, и сатвагуну, и духовное совершенство, и еще преданное служение. Нам нужно все эти вещи распознать. На опыте. Поэтому вот есть мост, по нему можешь блуждать. Но не за пределами моста, там пропасть. Вот будь осторожен. Будь осторожен с этим. Какие-то вещи должен бояться, просто очень бояться. Если кто-то начал серьезно повторять 16 кругов и получил посвящение, пожалуйста, не останавливайте этот процесс. Поддерживайте. Помогайте друг другу. Это важно. Если вы еще не дали обетов, не получили посвящение, но ничего бывает. Вы еще пытаетесь, вы еще учитесь. После посвящения он должен быть более серьезным. Ария, конечно. Рыбор Махраш, подскажите, пожалуйста, вот есть такое выражение, я его не один раз слышал от преданных, что вот у собаки есть очень хорошая квалификация. Она узнает хозяина, вот как бы он ни выглядел, какой бы там ни пришел. И что нам преданным было бы хорошо иметь такую квалификацию, узнать своего хозяина во всем. Вот можете рассказать, что это за нюх такой? Как нам в любой ситуации уметь определить важное в нашей жизни? Да даме будьте йогам там, я намам упаяньте. Как раз Кришна об этом говорит. Разуме, особым разуме, который он дает именно. Так мы получаем эту способность чувствовать трансцендентное этим разумом Кришны. Если мы начинаем преданное служение, Кришна говорит, я наделяю разумом этого человека, при помощи которого он эту дорогу ко мне найдет сам, вот как собака по обманению, да, ориентируется? Сама чувствует это все. Вот таким же образом, если мы заняты преданным служением, у нас появляется вот эта способность различать, этот вкус находить. Это об этом спросит. Ну вот Господа Читанию тоже ведь не все распознавали как... Да и Кришну, когда Он приходил, не все как Верховную Личность Бога распознавали. Это... Но об этом ответ? То есть тот самый разум? Преданное, да. Преданное не распознают, а остальные нет. Остальные думают, это могущественная какая-то Личность просто. Это могущественная Личность, могущественная признают, конечно, даже историки. Могущество Господа Читанию известно. Даже историкам. Если он обнимал Масудоводату Прокаженого, и тут же он омолаживался и исцелялся. Если он обнимался надомного с вами, тот сразу же исцелялся. Конечно, это скажет, это могущественная Личность. Но насчет Бога не обязательно они могут так думать. Если у них нет еще вот этой связи с Богом, они не могут и не распознать людей. Но преданное у него есть связь с Богом, через преданность вы же должны распознать. У него есть этот разум. У них нет даже разума, достаточно, чтобы распознать душу, отделить от тела душу. Я, не это тело. Это для них уже сложная задача. Преданность способен не только душу от тела различить, но и душу от сверхдуши отличить еще. Такой разум тонкий. Так, здесь. Харе Кришна, дорогой Гуру Махараш. Мои поклоны примите, пожалуйста. Спасибо большое, что поднимаете на духовную платформу сознание. И у меня такой вот вопрос, что на духовном пути я иду и все, ну как, есть решимость. А потом бывают такие моменты в жизни, когда я думаю, что, ну когда хочется богатства, славы. То есть я осознаю вот эти вот желания. И мне хочется остановиться. что это нормально, и что, ну как вот все-таки продолжать. Ну я продолжаю, я иду, но я осознаю очень сильное желание. Мне хочется остановиться, начать много денег и зарабатывать. Хотя я понимаю, что... У меня много денег, хорошо, я не против. Но не надо останавливаться к этому. Преданнослужение не останавливать. У тебя должен быть свой ритм жизни, не подражай никому. Есть преды, которые, скажем, вот только проповедуют. Все. У тебя есть свой ритм жизни. Например, ты хочешь зарабатывать деньги, зарабатывай. Найди свой ритм преданного служения, чтобы ты зарабатывай деньги, тоже могла остаться в практике. Это будет твой ритм. Твоя личная духовная жизнь. И никому это не отдавай. Это твое. Твое от тебя, от Кришны будет. И вот две линии выполняй. Материальная линия и духовная линия. Поддерживай две линии. Насколько возможно для тебя. Выбирай тот образ жизни, который ты можешь поддерживать. Не выбирай невозможную вещь. Хорошо сейчас? Вот в таком ритме ты можешь всю жизнь хорошо практиковать и быть успешным и там, и там. Но если ты хочешь, не имеешь терпения, если ты хочешь сразу какого-то результата, тебе придется оставить работу. Но если ты не готова еще встать на такую платформу духовную, ты потеряешь что и другое. Ты будешь разочаровываться. И в духовной жизни ты оступишься рано или поздно, если это не твой уровень. И материальным ты не преуспеешь. Так ведь? Поэтому, пожалуйста, регулируй разумно. Не подражай никому. У тебя есть свой, твой личный путь к Богу. Но ты знаешь, что Хари Кришна мантру нужно повторять. Хорошо? Иначе ни о каком же духовном пути и речи быть не может. Хотя вот это минимум. Принципы и круги свои, это минимум то, что ты должна делать. И работай сколько лучше. Спасибо большое. А можно еще спросить? Я детям, мне легко проповедовать. А взрослым у меня какой-то блок поставил. Можно я не буду взрослых проповедовать? Да ну этих взрослых, я тоже думаю. Самый блок народ это взрослые. Я согласен с тобой. Лучше детям проповедовать. Можно только детям? Нужно ли нам выполнять служение совместно с другими матхами и представителями разных течений? Например, петь киртен, служить с родными и близкими мясоедами. Какое должно быть мое настроение в этом? Какие есть риски? Ну, если никто не становится мясоедом, можете общаться с кем угодно. Главное не перенимать снова этот образ жизни ни от кого. Матхи в киртенах... Я не вижу препятствий, что-то отбору. Если о киртене речь идет. Просад. А? Просад? Просад тоже. Просад киртен можно, все, сам заедет. Это всех нас объединяет, все матхи. Просад киртен — одно проблему. Вот там уже философские чуть-чуть вещи. Но у нас есть свои границы, как бы мы... Искон есть искон. Нужно беречь наши традиции. А киртен, Просад очень хорошо вместе проводить. Это все в вачтамской культуре. Уважать предных из матхов нужно, почтение выражать. Как вновь стать серьезным, преданным, спустя 20 лет слабой практики? 20 лет слабой практики? Необычная формулировка. 20 лет практики. Я думаю, что здесь перемешивается некое представление. Например, я представляю, да? Я служу 20 лет, и 20 лет мою полы, скажем. А кто тоже там президент храма из моего поколения? Я думаю, у меня слабая духовная практика. Это неправильно. Еще неизвестно, кто к Богу вернется. Президент храма? Или тот умыт полы для Кришны? Это еще вопрос не такой простой. Это вопрос сознания Кришны, а не внешнего какого-то успеха. Турпадо сказал, он показал тогда серьезным своим ученикам, которые принимали саньяцию, принимали ответственность за организацию движения, показал женщину в арендаване, помните этот пример, известный пример, которая приносила воду на голове в горшке божествам в храм, в арендаване, каждое утро. Турпадо сказал, посмотрите на эту женщину, он остановился, показал ее. Она это делает каждый день, в любое время года. А это не просто в арендаване в то время, очень не просто. Зимой и летом это нужно делать каждый день. Как? Вы должны полностью в саре, если женщина погружалась в воду сначала, а Мария делает зимой и летом в любое время, затем берет воду, стоит на голову и несет в храм. Каждый день, в течение всей жизни, она вернется к Богу. Казалось, это простая вещь. Ничего выдающего себе. Она вернется к Богу. Потому что она преданная, вот и все, вся причина в этом. Он учил своих саньяси, которые уже имели большую ответственность в руководстве, положение занимаемых. Говорит, вот посмотрите сюда. В другой момент он пригласил учеников на собрание тоже занятий, в GBC, высокопоставные ученики, ну, лучший цвет. Они зашли все с гандами, кто как, вот расселись, важное собрание. И у нас шла девочка какая-то, которая меняла цветы в этой комнате для прабхупады. Она делалась такой любовью, что прабхупады стал на нее смотреть, и жарко улыбаясь, забыл про всех них с унятием. И говорит, мы поняли, мы поняли прабхупаду, что он хочет сказать про тебя. Он всегда восхищался любовью к Богу, неположением, ничем другим. Он видел это. У него трансцендентное видение было. Он замечал сразу эти проявления. И сразу видел гордость, которая покрывает это. И обучался ученику. Я не думаю, что 20 лет вы совершаете и называете это слабое преданное служение. Я не знаю, что в вашем сердце. Другой момент. Ученик пишет письмо прабхупаде, отправит в Индию. А прабхупада гуляет с доктором Пателем по побережью. Доктор Патель, индус, потомственный браман, знает шастры, спит по 4-5 часов в сутки, знает санскрит. То есть он ученый, знает шастры хорошо, браман потомственный. Но он и персоналист. Он не занимается преданным служением. А письмо от ученика из Америки приходит прабхупаде, где он пишет ученик, плачет там. Пабхупада, спасите меня. Мне так трудно. У меня камни преткновения на каждом шагу. У меня принципы, у меня то, у меня много желания, у меня много вожделений и прочее. Я западный человек, и у меня на каждом шагу столько трудностей и живу в таком месте. Все на меня влияет. Спасите. Я хочу служить Кришне, хочу предаться Кришну он по письме просто молит прабхупаде. Пабхупада говорит, посмотри, какой преданный. Доктор Рупателю говорит, посмотри, как ему трудно с таким рождением и как он хочет служить Кришне. Ты потомственная прага. Для тебя принципы соблюдать ерунда вообще с детства. И ты не служишь Кришне. Пабхупада говорит, посмотри, какой преданный. Вот как прабхупаде. Пабхупада говорит, что он спасет нас. Что такое сотрудничество? Каково? Место индивидуальности в сотрудничестве. Места, похоже, нет индивидуальности в сотрудничестве. Где же вы видите? Это индивидуальность. Лучше вырастворить где-то, да? Если вы брамачарьи, то места индивидуальности нет. Мы послужники. Вы делаете все, что вам говорят. Это начало. Любую вещь, которую вам говорят, вы должны сделать. Вы же эти ваше имя, брамачарьи и так. Так же, как ребенок. Сначала еще индивидуальности не проявлены. И поэтому он делает то, что говорит, родители, мой полы, убирай в комнате, иди в магазин, сделай то, сделай это. И все он делает. Постепенно проявляется и его природа. И родители говорят, посмотри, оказывается, вот эти вещи хорошо делают, он умеет, но начинают с этим работать. Поддерживают его. Индивидуальность должна быть на духовной платформе, не на платформе ложного эго. В этом сложно. Пока наш индивидуальность на платформе ложного эго, мы приходим сюда и просто делаем то, что нас просят. Но когда вы уже вступаете в греха с хаошлем, меняется картина. В греха с хаошлем мы должны служить Кришне как вы хотите сами уже. Не как вам говорят, приказывают, а как вы хотите сами. Основы остаются те же самые, четыре принципа, шестнадцать кругов, но вы уже в служении выбираете сами, какое вы желаете делать в социальном мире, в семье, с другими и так далее. Это сказал правопад. Греха с хаошлем должны делать то, что хотят в сознании Кришне. Ответственные греха с хаошлем. Тогда проявляется в нашем жизни индивидуально больше. И в конце концов, когда вы полностью отрекаетесь от всех ложных обозначений внутри себя, это как отреченность ваша, тогда уже ваша индивидуальность полностью ярко проявляется. Вся утонченность духовная, интеллект ваш, именно ваше чувство, ваше настроение, она в полной степени начинает проявляться. Почему? Потому что вы освобождаетесь от ложного эля. Тогда все в порядке. Хорошо? У нас как время говорить? Да, ну вот последний вопрос и все. Тут рука была. Пожалуйста. Харе Кришна. Спасибо большое за интересные рассказы, за лекции. А вот скажите, вы сказали, что нужно пожелать любви к Богу. А Шрила Прабхупада пишет, что тех, кто стремится постичь Кришну, следует считать удачливыми людьми. А почему акцент делается на удачу, а не на личные качества? Хороший вопрос, правда. Личная энергия, ее недостаточно будет. Необходима удача. Собственно, Прабхупада в одном месте это объясняет так, он говорит, что наш успех в духовной жизни зависит от удачи. от удачи. От благословения свыше. В личном усилии тоже нужны несомненно все, что есть, мы должны использовать и развивать эти качества, как предписано нам, стараться из-за всех сил. Но в хришном итоге решается все свыше. Кришна выбирает эту удачу. И также есть законы удачи, конечно же. Как призвать эту удачу? Это тоже нужно понимать, постепенно осознавать. Нужно осознавать свою зависимость от Кришны. Тогда Кришна посылает удачу. Личные качества тоже нужно развивать и то, и другое. Называется Саддана и Крипа две опоры преданных служений. Саддана наше усилие и Крипа это милость свыше. Вот две опоры и что-то другое. Короткий вопрос тут, что происходит с кармой, когда преданный на Санкиртане и на Харинаме как все находиться на трансценентном уровне. Когда вы воспеваете Греи Кришна, Греи Кришна, Кришна, Греи Греи, Греи Рама, Греи Рама, 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 Греи Греи. В это время вы чистый и преданный. Когда железо в огне, оно уже начинает расколяться, верно же? Когда вынимаете зону, оно будет остывать. Вот таким образом. Поэтому старайтесь поддерживать температуру. Долго не удаляться от 16 кругов не надо. 16 кругов будут поддерживать температуру. Будете на трансценентном уровне. Что такое трансценентном уровне? В нашем опыте, в нашем сейчас опыте, с вами. Это не то, что вы должны в духовном теле сейчас чувствовать, в Сварупе. Нет. Это то, что мы должны осознавать влияние гун материальной природы. Есть пример океана материального существования. И вот живое существование в океане находится, в этих волнах. Оно может утонуть, утонуть, транслянный воздух. Если вы на трансценентном уровне воспеваете Харри Кришна мантру, вы в лодке, в этом океане, и тоже чувствуете движение в волн, но не тонете, не смачиваете с водой. Вы чувствуете влияние гун. Но это не опасно. Поэтому только преды может сказать такую вещь. Сегодня я в тамагуне. Потому что, если человек в тамагуне, он уже этого сказать не может. Он даже не знает, что он в тамагуне, иначе это не тамагуна. Значит, он вроде бы в тамагуне и не в тамагуне. Он знает об этом, видите. Знание остается у него в лодке. Но какое-то влияние он чувствует. Вот тамас, вот раджас, вот сатва. Он, видите, различает. Это уже трансценентная платформа. Нистра, гунья, бхаварджуна. Это уже над гунами, значит. Уже не так высоко, но в лодке уже находимся. Поэтому надо воспевать свою норму, свою дозу, лекарства принимать. Теперь вот о читатном праву, пожалуйста. Он что-то важное скажет? Харитично скажу. Давайте поблагодарим за лекцию и читаем чан-шан-шан-праву, во-первых. И в хорооо! Вы входите в лекарство, И в хороо!